Наша задача сжигать жир упрощенно, очень упрощенно. На практике все сложнее. Дефицит в 500 калорий в день на протяжении недели равен потере 400 грамм жира. Это в идеальных условиях. На практике драгоценная мышечная масса тоже убывает. А мы пытаемся эту убыль минимизировать через белок и адекватные физические нагрузки. Вы, например, 60-килограммовая женщина, живущая на 1800 калорий в день. Теперь следите за мыслью. 1 килограмм жировой ткани приблизительно равен 8300 калорий. Логичный вопрос. Почему? В грамме жира 9 калорий. Ответ, а дипоцит содержит не только жир, но и воду. Поэтому вот так. Потеря 10 килограмм при таком расчете – это общий дефицит около 83 тысяч калорий в течение 4 недели. 20750 калорий в неделю или почти 3000 калорий в день. А вы, по условиям задачи, женщина, живущая на 1500 калорий, даже взрослые мужчины редко едят больше 2500 калорий. А хронические диетчики иногда существуют в промежутке 1200-1500 калорий. Из чего будем создавать такой сверсткий дефицит? Ведь нам нужно, чтобы в рамках такого целительного похудения душа не отчалила из бренного тела. На тренировке типичный физкультурник сжигает скромные 200-300 калорий, опытный около 500. Ну и еще пересядет с трамвая на велосипед, если вдруг наступит лето. Вы все еще не видите противоречий? Не правда ли? Не бьется математика. И это мы еще не касаемся того, что диета, дефицит входящей энергии и последующее снижение процентного жира приводят к снижению активности при одновременном росте аппетита. Абсолютное большинство людей просто не способно создать такой дефицит. А те единицы, кто способен выдержать, его просто не из чего выжить. Прежде чем прокачивать тело, прокачивайте здравый смысл. Потеря веса от 500 до 1 кг в неделю это отличный результат, который позволяет преуспеть в похудении и сохранить здоровье. В таком темпе при условии грамотного выстроенного питания и адекватных нагрузок можно сжечь именно жир. Все экстремальные диеты палят мышечную ткань и берут взаймы у здоровья, которого и так немного. Если вы, будучи немолодым, уже человеком с явным избыточным весом, хотите увалить колени и позвоночник, то начинайте бегать долго и упорно, желательно по асфальту, в кедах, найденных на антресоле. Или делать бёрби сотнями. Тогда, кроме суставов, вспомните еще и про давление. Да, быть стройным хочется всем, но тренировки после 40, как правило, имеют свои огромные особенности. Желаете испытать на прочность силу воли и проверить свою мотивацию? Низкая углеводка. Вот ваш выбор. Попрощаться с либидо и фертильностью? Берите радикально обезжиренное. Хотите узнать, как выглядит человек без мышц, но с жиром? Любая идиотская диета, помноженная на минимальную физическую активность? Вот отличное решение. Попробовали все? Вы же перечисленные. Заподозрили, что что-то идет не так? Отлично. Перед прокачкой тела прокачайте здравый смысл. И посмотрите на вещи реально. Поэтому 16 недель – разумный срок. Минус от 500 до килограмма в неделю – это отличный темп. Диета должна иметь начало и конец с выходом на новый уровень поддержки. Ведь нет ничего страшнее, чем снова начинать есть после долгой диеты. Худеть в нескольких заходах с отдыхом и удержанием результата между адекватным и правильным решением. Полезные привычки – привычки длиною в жизнь. Это залог именно жизни, а не унылого существования. Понравилось видео – ставь лайк, обязательно подпишись на канал, пишите комментарии, жми на колокольчик. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok